Музыка Мне уже 25 февраля 2022 года пришло предостережение от администрации в школу экономики, а затем был такой более неформальный сигнал, что, так сказать, лучше, может быть, вам вместе с женой уехать. Нынешняя наша силовая элита, она может оставаться на коне во власти в ситуации хаоса и анархии. В 1917 году, в 1917, никто не ожидал не только октябрьской, но и февральской революции. Самый счастливый период в экономике Советского Союза, подобная модель, возможно, сегодня. Тогда это были, в общем, довольно маргинальные люди со странами идеи, а сейчас это мейнстрим. Россия, к сожалению, при любом глобальном мировом порядке будет проигрывать. И Китай, на самом деле, не заинтересован в разрушении этого порядка. Была возможность для крупного бизнеса развернуться не к власти, а к обществу. И вот с того времени, на самом деле, бизнес висит в крючке. Сейчас происходит изъятие активов. Это не может не создавать у владельцев бизнеса большую неопределенность. Ситуация при внешней видимости стабильности, на самом деле, внутри очень напряженная. И вот где это напряжение прорвется... Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. И я приветствую нашего сегодняшнего героя. Это Андрей Яковлев, экономист и приглашенный исследователь Центра Дэвиса в Гарвардском университете. Андрей Александрович, добрый день. Вы присоединяетесь к нам из Берлина. В конце лета вы написали, что вышка, где вы 30 лет были профессором и вообще один из основателей высшей школы экономики, приостановила с вами контракт, не продлила его. Вот сейчас уже понятна точная причина. Что вам сказал ректор или кто-то еще из ваших коллег? У меня не было разговоров с коллегами, ну, в виде, соответственно, ректора или, соответственно, научного руководителя на эту тему. Последний разговор с ректором у меня был в начале июля прошлого года, когда я получил офер из Гарвардского университета. И, собственно говоря, после уже нескольких месяцев нахождения в отпуске, когда я продолжал при этом работать, но, так сказать, посчитал, тем не менее, правильным взять отпуск и, на самом деле, находиться не в стране. В силу ряда причин. Вот. Мы обсуждали, каким образом продолжается дальше взаимодействие. Ну и с учетом перемещения в Соединенные Штаты. Опять же, вы сказали, что я в Берлине. Да, сейчас я в Берлине, но это короткая поездка. Я с октября прошлого года нахожусь в США, в Бостоне и там работаю. При этом все эти месяцы я находился в отпуске, ну, вот, соответственно, с сентября прошлого года за свой счет. И базовая, как бы, договоренность была о том, что я ухожу с админициативной позицией, ну, потому что совмещать работу в другой организации, тем более в сильно другом часовом поясе, с администрированием проектов и, так сказать, всех остальных дел по институту. Так вот, базовая договоренность была в том, что я перехожу на научную должность, с этой научной должности ухожу в отпуск за свой счет на год. Ну и, в принципе, я продолжаю, тем не менее, сотрудничать с институтом, с высшей школой экономики. Ну, собственно, я весь год это делал, так сказать, не получая за это денег, но, так сказать, считаю, что это правильно, так сказать, важно и нужно. Ну и параллельно в течение этого года на мою позицию запускается конкурс, ну, потому что, в принципе, все научные позиции по законодательству и преподавательской позиции должны замещаться на конкурсной основе. То, что меня в высшей школе экономики обратно не ждут, ну, как бы были разные другие сигналы, так сказать, в процессе, соответственно, прошедшего года. Но такой финальный был в апреле, когда институт, собственно, который я создавал, в котором я продолжал работать, запустил формальные документы на проведение того самого конкурса. Вот они где-то недели две или три, так сказать, походили по разным кабинетам, после чего вернулись обратно с формальной резолюцией на доработку и с пояснения на словах в виде реакции ректора, приемную работу, нецелесообразие. За этим есть, наверное, некоторые неформальные вещи. Да, какие они? То, что вы уехали в недружественную страну или вы высказывались против спецоперации? Первичных все-таки, наверное, не это, а то, что я 24 февраля утром написал очень конкретный пост в Фейсбуке, после которого мне уже 25 февраля 2022 года пришло предостережение от администрации Высшей школы экономики о том, что я, так сказать, выражением своего мнения могу нанести ущерб репутации университета. Ну, как бы я после этого просто снял какие-либо упоминания о работе Высшей школы экономики на Фейсбуке. Ну, как бы поскольку коллег это смутило, ну, мне предлагалось либо удалить пост, либо удалить афилиации. Я посчитал в этой ситуации, так сказать, достаточно удалить афилиации. Андрей Александрович, есть много обсуждений вокруг деятелей культуры, которые уехали. И недавно даже, я не знаю, откуда президент Путин эту цифру взял, озвучивал на Владивостокском экономическом форуме цифру 160 человек. Почему 160? Кто-то даже шутил 161. Очевидно, больше сильно. Но про ученых говорится меньше. Очевидно, что цифра не маленькая. У вас есть какое-то понимание, сколько ученых уехало из России вот за этот период? Точного понимания нет. Я знаю, что есть зарубежные центры, которые пытаются оказывать поддержку такого рода коллегам. Вот в тех опросах, которые они проводили, когда, условно говоря, запускалась в Телеграме анкета, в которой речь шла о том, что, возможно, какая-то поддержка либо тем, кто уехал, либо тем, кто собирается уехать. И при этом коллег просили оставить минимальную информацию о себе, чтобы просто можно было дальше как-то связываться. Там получалось несколько тысяч человек как минимум. Причем речь шла, в общем, о всех науках, одними и не только социально-гуманитарных. Было достаточно много людей из естественных наук. Какие-то более точные цифры я лично затрудняюсь приводить. В своем посте на Фейсбуке, когда вы написали в конце лета о том, что с вышкой все закончено, вы написали, что надеетесь вернуться в страну и в свой университет. При каких обстоятельствах вы это видите? И в каком горизонте? Ну, в отношении обстоятельств, все-таки, видимо, это в первую очередь изменение политической ситуации. И в частности, прекращение войны. Ну, собственно, война была, наверное, неким основным поводом. Не только для меня, но и для многих других людей, которые уехали. В отношении временного горизонта, это хороший вопрос. Есть известные мне коллеги, которые говорят о том, что это может тянуться годами, даже десятилетиями, так сказать, то, что сейчас есть в России. Есть альтернативные точки зрения по поводу того, что все это может на самом деле измениться на горизонте нескольких месяцев. Мое личное ощущение сводится к тому, что в экономике, на самом деле, ситуация существенно стабильнее, чем можно было ожидать, чем, так сказать, даже до сих пор оценивают разные эксперты. А политическая ситуация, на мой взгляд, достаточно напряженная. Ну, собственно, был мятеж Пригожина, который был одним из проявлений. Но есть довольно много других признаков, которые свидетельствуют о том, что на самом деле и у обычных людей, и в элитах нарастает неприятие в России. То есть то, что бессмысленно, это, в общем, по-моему, уже очевидно. И при наличии, наверное, каких-то конкретных людей или каких-то на самом деле не очень больших групп, которые выиграют от происходящего, абсолютное большинство, очевидным образом, проигрывает. И особенности мы говорим про более длинный горизонт. Поэтому вот этот фактор, продолжающаяся война, и, соответственно, порождаемое ею напряжение, на мой взгляд, может транслироваться в политическую сферу, в какой момент и в какой форме, предсказывать не берусь. Но, собственно говоря, если мы будем проводить исторические аналогии, вот, грубо говоря, в 17-м году, в 1917-м, никто не ожидал не только октябрьской, но и февральской революции. Там тот же Ленин, если не ошибаюсь, ровно в январе 17-го года, говорил, что, так сказать, да, наверное, его поколение, так сказать, эволюционеров, не доживет до революции. Тем не менее, потом произошло то, что произошло. И, на мой взгляд, подобный сценарий в России совершенно не исключен. Сценарий революции или сценарий такого быстрого затухания? Я имею в виду радикальные изменения в течение короткого периода времени. Но для понимания, сейчас не только там с каждой недели, каждый месяц, но с каждым днем продолжение войны, все проигрывают. Это касается не только Украины, но и России. Вот эти вот гигантские топки сгорают не только материальные, но и сусы сгорают в жизни. И это, безусловно, ведет к нарастанию напряжения. Где и когда оно прорвется, я предсказать не могу. Но мне кажется, что ситуация при внешней видимости стабильности на самом деле внутри очень напряженная. И вот где это напряжение прорвется, ну, хорошо, вот совсем недавно была вот эта публикация профессора Гарбузова, уже бывшего директора Института США и Канады. Человек, в общем, занимавший мягкую номенклатурную должность. То есть просто так люди на такую позицию не попадают. Когда подобные люди начинают писать подобные вещи, это на самом деле отражает явно какие-то серьезные процессы, происходящие в элите. Опять же, он не просто написал этот текст, он был напечатан в вполне себе выходящей в России газете, которую руководит человек близкий к Дерипаске, вхожий в массу кабинетов, и в общем-то, так сказать, системный человек. То есть Римчуков – это совсем никакой, так сказать, не либерал и не радикал. Ну, могу напомнить про депутата Затулина, который в июне месяце на мероприятии «Единой России» прямо говорил о том, что вот в его понимании цели спецоперации не реализованы, ни одна из них. И вообще все это ошибка. Но вот когда подобные люди говорят подобные вещи публично, это некий индикатор того, что идут процессы, которые потом выплескиваются. Ну, тот же мятеж Пригожина – это тоже следствие на своем напряжении. Опять же, если брать того же Пригожина, то его довольно большая популярность, в том числе среди военных, на мой взгляд, опиралась на то, что он многие вещи называл своими именами. И да, он был, так сказать, заводен до победного конца, раз уж, так сказать, ввязались, так сказать, заканчивать. Но, тем не менее, в его интерпретации, так сказать, в его словах тоже звучало признание того, что начинать не надо было. Вы считаете, этот раскол в элитах, я имею в виду по отношению к курсу страны, будет продолжаться? Мы его, безусловно, наблюдаем, просто часть элит по-прежнему молчит, часть робко говорит. Какой вы видите здесь ситуацию? С крупным бизнесом, с культурой, с наукой, насколько все больше и больше люди будут говорить? Смотрите, во-первых, есть явное брожение в умах. Я бы сказал, что ситуация точно отличается от 2014 года. Потому что в 2014 году, да, действительно, был крымский консенсус, когда большая часть населения, это реально было так, поддерживала посетение Крыма. С Донбассом уже была чуть-чуть другая ситуация, но с Крым это было так. С элитами было немножко сложнее, потому что были проигравшие, и были, так сказать, на среде те, кто был с этим не согласен. Но ситуация была относительно мягкая в том плане, что те, кто был недоволен и кто был не согласен, они, в общем, спокойно сворачивали бизнес, переводили активы и уезжали семьями. И таких, в общем, были десятки и сотни. Но одновременно были, в общем, скорее, тысячи, десятки тысяч людей из элиты, которых эта ситуация в целом устраивала. Одновременно были возможности компенсации в разных форматах. Это мог быть Крымский мост для Ротенбергов, и, соответственно, допустим, могли быть какие-нибудь ренты объективные, которые возникали за счет продовольственного барда. Сельское хозяйство в целом АПК демонстрировало, так сказать, очень хорошую динамику. А вот то, что мы видим последние полтора года, но, на самом деле, и на уровне обычных людей, безусловно, общество расколото. Ну, извините, когда в рамках официальных опросов, которые сейчас проводят в ЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, которые проводятся по телефону, что мы все понимали. И, ну, в общем, наверное, не надо быть сильно большим, так сказать, ученым, чтобы догадываться, что при наличии телефона человека можно вычислить. Вот когда даже в рамках всего, что происходит, так сказать, на уровне пропаганды и на уровне, так сказать, телевизора, тем не менее, там, 7 или 10 процентов все равно говорят, что они против. Это означает то, что на самом деле таких людей больше. Одновременно, ну, я знаю социологические исследования, которые используют не только прямые вопросы, но и некоторые более, как сказать, корректные вопросы, да, то есть не просто вот вы поддерживаете или не поддерживаете. А, например, если будет дефицит бюджета, на что надо тратить деньги? Вот по-прежнему на, так сказать, оборону и безопасность, или же на социальные нужды? Или, например, если вот можно было бы вернуться в февраль 22-го года, и вот от вас бы зависело, так сказать, начинать или начинать, вот вы, так сказать, за то, чтобы начинать или не начинать. И вот оказывается, что, так сказать, среди тех, кто на прямой вопрос про поддержку говорит «да», довольно много тех, кто вот на вопрос про направление финансирования средств, так сказать, расходов, говорит, что, так сказать, в случае дефицит бюджета надо финансировать социальные расходы. А на вопрос по поводу того, надо было начать или нет, говорит, что, так сказать, нет, начать не надо было. Ну, и, наконец, есть тоже еще один замечательный вопрос по поводу того, что вот если Владимир Владимирович завтра решит, что все, прекращаем военные действия, При этом, очевидным образом, цели не достигнуты. Так вот, спрашивают респондентов, вы поддержите такое решение или нет? И на самом деле оказывается, что среди тех, кто войну поддерживает, очень много тех, кто согласится с тем, что войну завтра остановят. Поэтому на самом деле, то, что я видел по этим общениям с профильными коллегами, которые занимаются социологией, группы, которые реально поддерживают войну и которые на самом деле реально против, они сопоставимы. Это примерно 20 с чем-то процентов, и там, и там. А между ними, так сказать, довольно большое такое какое-то, ну, болото, не болото, ну, в общем, так сказать, колеблющаяся часть. При этом, если брать динамику, то вот как раз по вопросу, который прямой, там динамики нету. Ну, потому что он такой все-таки сильно чувствительный. А вот по вопросам, которые, так сказать, наводящие, вот там есть динамика. И динамика не в сторону поддержки войны. Это по поводу общества. По поводу элит, ну, вот, я могу понять, что есть определенные группы, которые выигрывали от происходившего. Ну, извините, конкретно тут же Пригожин, да, вот он, так сказать, насыщий человек из бизнеса, чтобы мы понимали, он этим деньги зарабатывал. Да, такие люди, так сказать, в общем что-то выиграли, в том числе политически. Но подавляющая часть крупного бизнеса сильно проиграла. Потому что для них схлопнулись, так сказать, возможности на глобальных рынках. Извините, Китай никаким образом является заменой Европы и, так сказать, остальных больших рынков, на которых они работают. В отношении людей из бюрократии, ну, есть разные претензии. К, там, не знаю, Вере Набиулиной и, так сказать, некоторым другим людям, которые продолжают работать и, так сказать, поддерживают систему. Но эти люди не могут, тем не менее, не понимать, я сейчас говорю, так сказать, не про тех, кто, так сказать, их обвиняет, да, вот про саму, допустим, Набиулину и, так сказать, про других подобных людей, ну, вот, либеральных технократов, я так скажу. Они не могут не понимать то, что сейчас разрушается то, что они строили последние, там, 15-20 лет. И они реально много чего построили. Потому что, опять же, экономика выдержала этот, так сказать, шок санкционный. Именно потому, что много чего было построено. И оно у нас и работает. Оно оказалось устойчиво. Но, понимаете, такая политика, которая у нас сейчас проводится, вот именно такая, так сказать, глобальная, геополитическая, она способна разрушить любую экономику. Вот при всей устойчивости и, так сказать, упорстве бизнеса, которая, так сказать, ну, извините, в землю вгрызается, чтобы, так сказать, сохранить свои активы и, так сказать, как-то выжить. Ну вот, если будет продолжаться то, что сейчас идет, это закончится острым бюджетным кризисом, он будет, может быть, не завтра, и даже, может быть, не через полгода, может, даже не через год. Но, понимаете, Советский Союз, который был, извините, более крупной страной, чем Россия, и на самом деле более мощный в самых разных смыслах, тем не менее Советский Союз рухнул под грузом военных расходов. И именно это его убило, по-хорошему. Вот. И на самом деле, если брать сегодняшнюю ситуацию, то все происходит гораздо быстрее. То есть, вот я, на самом деле, пытался как-то сравнивать, там, допустим, в политическом смысле, так сказать, аналогии проводить. Вот, понимаете, у нас был период, напоминавший чем-то период Брежнева, когда, в общем, шла явная стагнация, ну, в плане экономики, в первую очередь. Но при этом не было каких-то вот таких вот совсем резких движений. Вот то, что происходит в последние полтора года, это уже явно не Брежнев. Это скорее, так сказать, что-то похожее на Андропова. Когда вот, ну, тоже при Андропове был сбитый корейский Боинг, тоже было, так сказать, в движении ракет, так сказать, ближе к Европе. И, опять же, были все эти самые походы по магазинам в поисках тунеядцев. Но Андропову, в общем, хватило на полтора года, а потом он скончался. Так вот, тем не менее, в той стране была идеология. Да, она уже к концу Советского Союза была совсем, так сказать, на издыхании. Но пытались как-то ее, тем не менее, эксплуатировать. Вот, а в нынешней ситуации, ну, как бы, системы, нынешний режим, в общем, ничего предложить не может. Понимаете, вот, как бы, люди могут на что-то рассчитывать, если они понимают будущее для самих себя, там, для своих детей, для своего бизнеса, да. А вот это будущее сейчас, оно максимально неопределенное. Да, могут быть какие-то выигрыши на горизонте, там, года, полутора лет, там, двух лет. А вот что будет дальше, я думаю, что не понимает никто. И это не может не порождать очень сильное напряжение. Согласны ли вы с таким мнением, его, в частности, Алексей Венедиктов высказывал в нашем интервью, что на самом деле не силовики и армия держали победу в происходящем, не они берут сегодня вверх, как это ни парадоксально, а как раз Набиулина и команда. Потому что мы видим, что ситуация там критическая, критичная, а в экономике стабильная. И, соответственно, в будущей конфигурации власти будет запрос именно не на генерала ФСБ, а на Эльвируса Хевзадовну или на Грефа или вот на этот ряд людей. Нет, запрос будет на самом деле на политические фигуры. И, скорее всего, на каких-то новых политиков, которых, может быть, мы еще даже не видим, которые смогут предложить, ну, извините, какой-то образ будущего, приемлемый для элит. С одной стороны, это важно, но не менее важно, так сказать, приемлемый и понятный для людей. И одновременно, что тоже важно, в общем, понятный и приемлемый, в том числе для наших зарубежных контрагентов, ну, потому что рассчитывать на сколь-либо полноценное развитие страны в условиях нынешних санкций тяжело. Снятие санкций, на мой взгляд, невозможно просто путем, условно говоря, прекращения военных действий, возвращения даже в ситуацию января 22-го года. Ну, просто Запад, если не защищен своими именами, очень долго пытался договориться с Россией, да, ну, извините, как с малым ребенком, который, вот так сказать, капризный, хочет того, хочет сего. Еще раз, важно понимать, что, да, есть глобальные рынки и глобальная политика, то есть конкуренция. И да, естественно, так сказать, условно говоря, нам в России никто просто так ничего там давать не хотел. Но когда мы вместо того, чтобы конкурировать в экономике, как это делает Китай, на самом деле, там, ну, извините, 30 лет с лишним, да, вот мы вместо этого начинаем, так сказать, размахивать дубинками, либо энергетическими, что мы там сейчас газ отключим, или, так сказать, начинаем размахивать дубинками ядерными, да, ну, понимаете, это, извините, вот из категории Остапа Бендера, который, не сумев сыграть в шахматы, начинает, извините, переходить в бокс, да. Ну, да, вот при переходе в бокс, так сказать, контрагент в первый момент, он, как бы, попадает в ситуацию, так сказать, недоумения, да, но потом, извините, находятся боксеры, которые, так сказать, в общем, получше того, кто начал. Я просто к чему? К тому, что рассчитывать, например, на отход от санкционного режима без изменения модели, которая сложилась в России за последние 20 лет, модели такой, извините, политико-экономической, и которая на самом деле привела к войне, мы должны это понимать, потому что, да, есть Путин, безусловно, его решение, но при всем при том это стало возможным, потому что такая сложилась модель, в которой, извините, ключевые для страны решения принимала очень узкая группа людей, ну, которые неизбежно в какое-то время стали делать ошибки. Как вы эту модель называете? Ну, в теории есть разные названия, там, не знаю, так сказать, там, кроникапитализм, так сказать, приятельский капитализм, допустим, да, но на самом деле это не совсем так, потому что вот этот приятельский капитализм, ну, например, он был в той же Южной Корее, и тем не менее это, с одной стороны, не препятствовало радикально развитию страны, в том же Китае, чтобы мы тоже понимали, вот крупные бизнесы, они не независимы от государства, но тем не менее происходит экономическое развитие, ну, вот сейчас есть некое, так сказать, замедление этого развития, но тем не менее все равно продолжается. Ну, не знаю, хорошо, так сказать, там, силовой капитализм, так скажем, да, может, не совсем удачный термин, но вот, как бы, олигархический капитализм, он предполагает то, что есть крупный бизнес, который может навязывать правительству, навязывать государству некую политику, которая реализуется в интересах этого крупного бизнеса. И у нас такая ситуация плюс-минус была, допустим, в середине-конце 90-х годов. До начала первого срока Путина, да, до дела ЮКОСа. Да, вот мы на самом деле тогда этот шанс не использовали, и ситуация стала выруливать вот этот самый силовой капитализм, так скажем, когда на самом деле главным игроком становится государство, при этом не просто государство как таковое, опять же, государство, есть, так сказать, разные игроки, но, опять же, вы упоминали тоже Набиулину и многие других подобных, да, то есть это такая высшая бюрократия, так скажем, да, довольно много было подобных людей. Вот, но есть другой блок, другая часть государства, связанная с силовыми структурами. Вот, и, допустим, если мы будем брать период, который был как раз после дела ЮКОСа, то на самом деле, да, это уже было доминированное государство, безусловно, но при этом не было преобладания одной из этих групп, то есть, грубо говоря, силовики уже были влиятельны, потому что без них, так сказать, дело ЮКОСа бы не состоялось. Но, тем не менее, вот эти самые либеральные технократы, которые занимались экономикой, они были тоже весьма влиятельны, и поэтому этим двум группам приходилось договариваться. Это было отнюдь не всегда, так сказать, в интересах бизнеса, ну, потому что тот же период, скажем, допустим, вторая половина двухтысячных, это расцвет силового давления на бизнес, вот, со всем этим, так сказать, использованием возможностей правоохранительных органов для передела собственности, для захвата активов. И при том, что бизнес с этим пытался, и, так сказать, до сих пор пытается как-то бороться, ну, вот, это уже минимум 15 лет тянется, так сказать, как-то не очень получается что-то сделать. Именно потому, что бизнес, фактически, после дела ЮКОСа, он потерял позиции. Он, на самом деле, из, так сказать, такого реального партнера правящей коллекции превратился в лучшем случае младшего партнера, вот, а может быть, даже, так сказать, и куда-то еще ниже скатился. В плане, в том числе, влияния на реальные решения, сейчас говорю, так сказать, не про конкретное лоббирование конкретного правительства, а про выработку политики. Понятно, нет, нет, то, что это все закончилось, это очевидно. Но я вас даже хотел спросить больше не про десятые или нулевые годы, а вот про двадцатые. Поскольку вы занимались вышки анализом поведения предприятий и корпоративным управлением, как после 24 февраля изменилась ситуация в крупном бизнесе на уровне принятия решения, акционерами, топ-менеджерами, на уровне управления, управления компаниями, насколько все поменялось? Ну, поменялось многое, так скажем. Ну, банально просто потому, что в большом числе крупных компаний ключевые собственники... Оказались под санкции. Да, оказались под санкции и должны были дистанцироваться от формального принятия решения. Ну, просто чтобы тем самым, так сказать, как-то обезопасить компанию. И, так сказать, как-то вывести их из-под прямого удара. Это не означает, что они совсем ничем не управляют. Ну, я думаю, что в реальности это не так, да? Но, тем не менее, это, безусловно, влияет на процессы принятия решения. Помимо этого, ну, безусловно, существенно сложнее стали отношения с зарубежными партнерами, с зарубежными акционерами. Потому что у многих, на самом деле, крупных игроков российских, они были. Ну, как бы приходится как-то разводить или разделять активы. Ну, условно, так сказать, тот же пример Яндекса. Вот, как бы, наверное, один из, так сказать, таких довольно наглядных, да? Он, отнюдь, не единственный. Есть, если мы говорим про корпоративные сюжеты, самостоятельная история, связанная с иностранным бизнесом и его активами. Потому что многие компании ушли. Они продавали активы, ну, и с самого начала, и, так сказать, позднее. Продавали часто с большими потерями. За счет этого, кстати говоря, в том числе происходили некие компенсации российским компаниям, которые остаются в стране и продолжают работать. Это, так сказать, тот самый специфический ресурс ренты, через который власть сейчас может что-то компенсировать тем или иным бизнесом, который продолжает работать с Россией. Есть отдельная самостоятельная история, касающаяся вот этой волны, там идущей последние, наверное, два или уже три месяца, исков Генпрокуратуры по изъятию в госсобственность крупных пакетов акций уже не только иностранных компаний, но и вполне себе российских компаний с российскими собственниками. Это тоже некое отражение ситуации в корпоративном секторе и ситуации, в общем, чреваты напряжениями, потому что когда, ну, извините, в том числе по каким-то сделкам приватизационным в начало 90-х годов сейчас происходит изъятие активов, это не может не создавать у владельцев бизнеса большие напряжения, большую неопределенность. Вы считаете, деприватизация будет, потому что Путин уверяет и вот на Владивостокском форуме уверял, что нет, но при этом примеры, о которых мы говорим, говорят об обратном. Скорее всего, это будут какие-то такие вот приливы и отливы, но, к сожалению, вот этот тренд на расширение присутствия государства, если будет сохраняться нынешняя модель, он тоже будет продолжаться. Но я просто приведу маленький пример. Вот еще до начала всех текущих событий, в 21-м году, вышла книжка под названием «Кристалл роста», которую написали три автора. Один из них более известный, чем остальные, это Александр Галушка, который был пять лет министром по развитию Дальнего Востока, до того был ряд лет президентом деловой России. Особенность этой книжки в том, что она очень активно пиарилась и она подавалась как фундаментальная научная работа с большим числом источников, с архивными данными. Основной тезис этой книжки в том, что самый счастливый период в экономике Советского Союза был с 1929 по 1955 год. Когда вот именно тогда были самые высокие темпы роста, был создан весь потенциал советской промышленности, был создан ядерный щит, а также был обеспечен рост уровня жизни населения. На эту тему, на самом деле, была хорошая статья профессора Ханина, который в свое время, еще в конце 80-х годов, прославился статьей «Лукавая цифра» по поводу советской статистики, что за ней на самом деле стоял. Но парадоксальным для меня, причем это парадоксально, именно слушать от Галушки, который сам из бизнеса, утверждение о том, что подобная модель возможна сегодня. И опять же в понимании Галушки и его соавторов при Сталине на самом деле было предпринимательство в виде артелей, в виде лично пособного хозяйства, которое процветало. А главный виновник всех бед – это Хрущев, который все дело задавил. Ну и как бы вот, извините, гулага практически не было, репрессий практически не было, извините, голода, который реально был порожден коллективизацией, не было. Я просто к тому, что вот можно рассматривать текущие действия прокуратуры как некоторую реализацию частных интересов конкретных людей. А может быть за этим на самом деле стоит некоторая модель, и вот эта модель реально в книжке Галушки прописана. Есть люди, судя по всему, которые считают, что такая модель возможна. То есть перенесение, так сказать, на сегодняшнюю реальность сталинской экономики. Понимаете, вот в этой версии на самом деле не только у Мельниченко, у всех владельцев не только крупных и средних предприятий шансов нету. Там останутся реально малые предприятия. Как бы да, они в эту модель вписываются, они типа приемлемы. А все остальное должно быть государственное. Вы считаете, что мы к этой модели, что она может реализоваться на самом деле сейчас? Еще раз, это зависит от того, насколько люди в элите, которые сейчас теряют, окажутся способны между собой до чего-то договориться и начать чего-то делать, чтобы ситуацию изменить. Проблема нашего бизнеса, к сожалению, на мой взгляд, в том, что он действительно традиционно был и остается ориентирован на такие как бы свои узкокорпоративные интересы. Но в итоге получается ситуация, когда люди за деревьями не видят леса. Да, у них может быть даже сегодня вполне неплохая прибыль. Но, извините, через не очень много лет, при нынешних тенденциях, они вполне могут оказаться в ситуации Северной Кореи. Да, в Северной Корее есть, извините, челночная торговля через Китай. Да, она там есть. Да, там есть какой-то, так сказать, мелкий пассивнический бизнес. Наверное, есть какие-то ремонтные мастерские. Опять же, у меня, поймите правильно, вот 20 лет назад представить себе, что мы будем в нынешней ситуации, было тяжело. Ну, тогда вообще просто были разговоры про то, что мы в НАТО будем вступать. Я не спорю с тем, что с западной стороны тоже были свои, мягко говоря, ошибки. Когда они, руководствуясь тоже какими-то краткосрочными, так сказать, и какими-то бюрократическими интересами, ну, в общем, наступали на мозоли определенные, которые потом с российской стороны, конкретные люди, так сказать, очень эффективно разыгрывали, так сказать, в плане, так сказать, эссентимента и все остальное. Но, извините, даже 9 лет назад, в 2014 году, было тяжело представить, что мы окажемся сейчас там, где мы находимся. Опять же, поймите меня правильно, вот, изборский клуб, как он появился? Он появился в конце 2012 года, насколько я знаю, по инициативе конкретных людей из администрации президента, которые столкнулись с тем, что после событий 2011-2012 года политических, которые, в общем-то, так сказать, никто в таких масштабах не ожидал, которые действительно стали вызовом, которые привели, с одной стороны, к такой, так сказать, мобилизации под выборы 2012 года президентские, причем мобилизация, скажу, в таком патриотическом смысле, так сказать, как бы, да, это было вот именно, так сказать, уже с, так сказать, с сюжетами про борьбу, так сказать, с иностранным влиянием, с иностранным агентом и так далее, да? Но проблема была в том, что не было образа будущего. Была стратегия 2020, сделанная, как раз в 2011 году, коллективно, там, большим числом экспертов, Высшей школы экономики, Рам Хикса, да? Но она была при всех тенденциях того периода, когда уже были напряжения Западом и все остальное, это уже все было, да? Она, тем не менее, была про, как бы, сохранение интеграции. Да, она доставит свои позиции, но, тем не менее, Россия – это часть глобального мира, это, так сказать, часть глобальной экономики. Так вот, попытались на фоне страхов порожденных, не только к нашим протестам, но и на арабской весной, в первую очередь, попытались запросить у других экспертов некое видение будущего. Избургский клуб в начале 2013 года опубликовал свой первый доклад, если не ошибаюсь, стратегия большого рывка или что-то в этом духе, в котором было два отправных тезиса. Первое – через 5-7 лет будет Третья мировая война, которую глобальная финансовая олигархия развяжет против больших развивающихся стран, включая Россию. Второй тезис – раз такое дело, надо готовиться к этой войне и надо мобилизовывать все ресурсы, нужна мобилизационная экономика. Опять же, ни под тот, ни под другой тезис не было никаких аргументов, почему это должно произойти, почему это возможно. То есть, почему первое произойдет, почему война начнется, и почему, собственно, технически возможна мобилизация в наших условиях. Это просто принималось как оприорные установки, а дальше был, на самом деле, уже логичный текст, который предполагал мобилизационную экономику. Я просто к чему? К тому, что вот тогда, когда это было написано, люди из администрации, которые это прочли, ну, как бы даже им это показалось как бы перебором, потому что это уже тогда было заявлено как, так сказать, условно говоря, страна как осажденная крепость, и мы там все в ней живем, и это наше светлое будущее. Вот даже заказчим это было через чур. Но, понимаете, вот сейчас изборчик клуб стал мейстримом. Тогда это были, в общем, довольно маргинальные люди со странами-идеями. А сейчас это мейстрим. Это просто к вопросу про то, куда мы движемся. Скажите, вот вы говорили о том, что с 2003 года писали об этом, после дела ЮКОСа реальными партнерами стали высшая бюрократия и силовики, а олигархи стали младшим партнером. В 2023 году, ну, по-моему, термин олигархи уже и в принципе употреблять, я сейчас как Евросоюз скажу бессмысленно, да, ну вот хорошо там, ведущий бизнес. Вот он сегодня кто? Младший партнер или уже вообще не партнер, и какая-то отвязавшаяся такая шхуна в океане. Как вы определили бы состояние тех, кого называли олигархами когда-то? Вы знаете, я бы сказал, что сейчас это очень зависимые люди. И вот они точно не олигархи. Ну, потому что все-таки олигархи, сам термин, предполагает, что люди влияют, серьезно влияют на принимаемые решения. Вот на мой взгляд, уже после 2003 года всерьез бизнес перестал влиять на политические решения. А сейчас, ну, как бы это не, ну, извините, так сказать, не крепостные в некотором смысле, да. Вот есть государство, которое представлено людьми силовой корпорацией. Есть бизнес, который находится у них в подчинении и у них зависимости. Вот как бы хочу, дам ресурсы сегодня, да, и дам ренту. Будешь работать. А хочу, так сказать, посажу в тюрьму, еще отберу. Вот это, как бы, примерно позиция российского бизнеса. При этом тоже важно понимать, но, кстати, тоже интересный момент, потому что на самом деле до начала войны при всем при том, у российского бизнеса была опция, извините, выхода. Когда, да, у них были активы в России, они здесь зарабатывали деньги, они понимали, как это можно делать. Но при желании можно было, по крайней мере, часть активов вывести, там, не знаю, в Европу или в Америку. Сейчас парадокс в том, что их там тоже не ждут. И, как ни странно, кстати говоря, может быть, это и будет одним из факторов, который заставит вот этих людей начать думать на, может быть, более длинную перспективу и принимать какие-то решения по происходящему в стране. Но, проекционным образом, на самом деле, нечто подобное сейчас происходит с высшей бюрократией, потому что, как бы, эта группа была достаточно независимой и влиятельной вот в 2000-е годы. Кого вы называете высшей бюрократией? Высшей бюрократией, ну, вот как раз те самые, так сказать, либеральные технократы, которые занимались экономикой. Ну, вот уход Кудрина в 2011 году, на самом деле, был не случайен. Потому что уже тогда возникала развилка, по какому пути мы идем. Мы про экономическое развитие, или мы про безопасность. Вот тогда на самом деле доминирующие мы стали приоритеты безопасности в самом широком смысле. Не только, так сказать, борьба с терроризмом, но и, так сказать, любое иностранное влияние. Это уже тогда стало вступать в том числе в противоречие с логикой экономической развития, потому что сейчас, ну, как бы, не одна страна, на самом деле, не может все произвести сама. Это касается и Штатов, и Китая. И тем более, это не может делать Россия. Так вот, с высшей бюрократией долгое время это была достаточно сильная автономная группа. Начиная с вот этого поворота в 2011-2012 году, они тоже стали зависимы. Причем, вот как бизнес, допустим, много чего создавал и строил. И сейчас бизнесу, безусловно, очень жалко это терять и очень жалко, как бы, видеть, как это будет разрушаться. Так, в моем понимании, и вот эти самые высшие чиновники из экономического блока, а также многие губернаторы, на самом деле, потому что, опять же, губернаторы тоже есть разные, но вот последнее поколение, так сказать, пришедшее, не знаю, там, в течение, не знаю, последних, там, 7-8 лет, там много компетентных людей, которые пытаются что-то сделать, ну, в меру своих сил и возможностей. Так вот, то, что происходит сейчас, будет приводить к разрушению того, что эти люди пытались построить. Но при этом у них, ну, как бы, выбор не сильно большой. Да, они могут уйти в отставку и уйти из страны. Ну, допустим, Чубайс уехал. Уйти в отставку, это вы мягко выражаетесь, потому что вход в систему рубль, выход 2. Да, совершенно верно. Ну, так я не случайно говорю про крепостных. Вот, если говорить про крупный бизнес, как вы считаете, он оказался в ситуации nowhere, нигде сегодня, очевидно, ни здесь, ни там. Это из-за политики Путина и 24 февраля 2022 года, либо вы считаете, что крупный бизнес сам виноват в этой своей ситуации, что он за эти десятилетия так и не смог интегрироваться и совпасть с Западом. Ну, многие богатые русские, которые жили в Лондоне, даже на языке не говорили и не говорят до сих пор. Очевидно, что это все равно был свой клан, да, просто разбросанный по разным странам. На мой взгляд, гораздо большей проблемой для российского бизнеса были отношения с обществом. Ну, собственно говоря, вот фундаментальная проблема как бы легитимности собственности в России была порождена залоговыми аукционами. Когда вот приватизация как таковая, обычная приватизация, да, она тоже происходила, мягко говоря, в ситуации отсутствия нормального регулирования, отсутствия нормальных правил. Да, да. Но как бы это уже было давно, во-первых. И, ну, с тех пор уже много чего поменялось. И на самом деле то, что люди в том числе видят, что многие предприниматели, может быть, так сказать, не совсем честно получившие собственность, тем не менее, потом из этой собственности сделали реальные предприятия, реального не вкладывали, сдавали рабочие места и так далее. Вот ситуация с залоговыми аукционами, она была другая. Когда, ну, власть тогдашняя в условиях больших проблем с предстоящими выборами пошла на размен. Когда, так сказать, в обмен на, соответственно, поддержку на этих выборах были отданы совершенно конкретным людям очень крупные активы. Так вот, был момент, начало 2000-х годов, когда олигархи на самом деле уже были не столь влиятельны, как это было в конце 90-х. Ну, просто потому что вот ситуация доминирования олигархов на самом деле в чем-то похожа на нынешний доминированный силовиков. Она была реально с 96-го по 98-й год. Вот короткий период на самом деле, да. И это ситуация доминирования одной группы, когда люди реально входили, так сказать, в кабинеты, в том числе президента, открывая, так сказать, двери ногами и пробивали нужные им решения в их собственных интересах. Эта ситуация привела к июз 98-го года, который был не только экономический, но и политический. Потому что действительно реально возникли серьезные риски возвращения коммунистов к власти. А дальше в чем с обществом, вы считаете, крупный бизнес не смог договориться? В начале 2000-х годов была возможность для крупного бизнеса попытаться как бы развернуться не к власти, а к обществу. И попытаться на самом деле предложить обществу что-то, что обеспечило бы легитимной собственности. Вместо этого стратегия, которая была выбрана, причем она была довольно типичной, к сожалению, для российского бизнеса, она сходилась к тому, чтобы договориться с властью. Но вот эти попытки договориться, они уперлись в то, что с начавшимся ростом цен на нефть возник ресурс природной ренты. И, собственно, договоренности 2000-го года, сразу после того, как Путин стал президентом, была встреча, насколько я знаю, тоже инициированная скорее либеральными людьми из правительства, на предмет урегулирования вот этой проблемы залоговых аукционов и, так сказать, возможных претензий к приватизации. Там было сказано, что бизнес не должен лезть в политику, а власть в обмен на это не будет пересматривать итоги приватизации. Но при этом это не было нигде написано, это было сказано, так сказать, на словах, так сказать, как бы документы не появились. И не появилось, на самом деле, каких-то практических действий бизнеса, которые могли бы для общества компенсировать вот все эти самые, так сказать, травмы 90-х годов. В итоге, когда начался рост цен на нефть, возникла, ну, извините, большая ставка, за которую люди стали бороться друг с другом. В частности, высшая бюрократия, которая представляет тогда, так сказать, вполне себе либералы. Тот же Чубайс, так сказать, тот же, соответственно, Греф и все остальные, да, там, так сказать, тот же Кудрин. Вот. И олигархи, включая не только Ходорковского, но и остальных. Вот в этой борьбе власть как раз сделала ставку на то, что приватизация была несправедливой. И бизнес реально проиграл. И вот с того времени, на самом деле, бизнес висит в крючке, реально, да, когда вот это все время постоянное возможность возвращения к пересмотру договоров приватизации и к изъятию активов. Она ограничивает для бизнеса возможность что-то сделать. На мой взгляд, вот, наверное, серьезная развилка была как раз в третьем году сделана ЮКОСа, когда бизнес оказался неспособен сформулировать какую-то коллективную позицию. Потому что у бизнеса возможности влияния еще были. А что означает нужно было повернуться к обществу, а не к власти в начале нулевых годов, вы сказали? Как вы это себе представляете? Ну, вы знаете, это хороший вопрос. Всегда, как сказать, постфактум рассуждать, наверное, так сказать, проще, да, чем в реальный момент, в реальной истории. Но, может быть, вот, я приведу другую аналогию, так сказать, не российскую, а американскую, да? Для понимания, вот, в конце 19 века в Штатах тоже был вполне себе дикий капитализм, когда были бароны-разбойники, нажившие, так сказать, миллиардные состояния и порождавшие, на самом деле, большое, так сказать, напряжение в разных социальных группах. Так вот, в рамках реформ, которые попытался на фоне этих самых сильных напряжений провести Теодор Рузвельт, с одной стороны, были первые кейсы применения антинопольного законодательства, там, с разделением стендерд-ойл, так сказать, других компаний, да? Но одновременно была сделана другая интересная вещь. Появились налоги на наследство, заметное, которых до того не было. Это привело к, так сказать, парадоксальному явлению, когда бизнес, для того, чтобы от этих налогов уйти, стал создавать, извините, разного рода фонды, которые финансировали университеты, которые финансировали больницы, которые занимались какой-то разработкой идеи, так сказать, для общества. Вот, допустим, скажем, фонд Карнеги довольно известный. Он возник ровно тогда, и потом, опять же, вот именно фонд Карнеги, а также фонды Рокфеллера сопровождали деятельность уже второго Рузвельта во время Великой депрессии, да, вот в начале 30-х годов, с точки зрения выработки экономической политики. То есть это создание фондов, которое помогло и образованию, и обществу, оно было связано с уходом от налога на наследство? Парадоксальным образом, да, это было, ну, как сказать, наверное, сочетание разных историй, да, потому что, так сказать, были, при всем при том, и вполне себе реальные филантропы, это правда. Я думаю, что, так сказать, тот же Карнеги, скорее всего, он этот фонд создал, так сказать, и без налоговых поблажек, да. Но вот это давление, которое возникло на бизнес с точки зрения больших налогов на наследство, которые в итоге порождали для вот этих самых первоначальных капиталистов вопрос о том, а что они придут детям. И вот эта история с фондами, она на самом деле была возможным решением, потому что как бы их дети в итоге сидели в правлениях этих фондов, да, у них был социальный статус, но одновременно эти фонды должны были по своему мандату, при всем при том, что-то делать в сфере социальных проблем, да. И еще раз, я не готов абсолютизировать эту историю, да, так сказать, на самом деле были другие вещи. Но у нас такого ничего не было, да, вы считаете? Ну, допустим, был Дмитрий Зимин, да? Да. Ну, вообще вам любой бывший олигарх скажет о том, что просто он не любит пиариться на этом, он скажет, я тратил на благотворительность, я тратил на культуру, я тратил на то. Понимаете, с одной стороны, это было не в тех масштабах, в которых это нужно было бы делать, при этом я бы сказал, что власть это не очень поощряла, потому что власть понимала, что таким образом бизнес может сформировать иное отношение к себе страны общества, поэтому власть сознательно это не поощряло, да, во-первых. Во-вторых, я не случайно упоминал про истории вот типа, соответственно, Карнеги или, допустим, фонда Фракфеллера, потому что бизнес, в том числе в Штатах начала 20 века, видя вот эти самые левые настроения, видя активизацию профсоюзов, он пытался думать о том, что может быть на длинном горизонте, и пытался формировать какие-то идеи, которые вбрасывались в политику. Это было не про тупое лоббирование конкретного закона, который бы давал очередные льготы и очередные субсидии конкретной компании. Это было про какую-то попытку взгляда в будущее. Со стороны, на самом деле, экспертов, это, так сказать, не бизнес сам рисовал, там были эксперты, работающие, вот здесь, вот здесь, вот здесь, фактически целая индустрия think tanks, аналитических центров. И во многом вот та, как сказать, конкуренция идей, которая до сих пор наблюдается в американской политике, она возможна потому, что есть тысячи подобных аналитических центров, которые финансируются бизнесом. Да, что-то из них государственное, но подавляющая часть – это то, что финансируется бизнесом. Или живет на какие-то эндалменты, созданные там 50, 80 или, так сказать, не знаю, 100 лет назад, и дающие возможность, на самом деле, в данном случае, вот этим экспертным центрам продолжать свое функционирование. Вот этого в России не сложилось. Были попытки такого рода, на самом деле. И, допустим, был, на мой взгляд, очень важный, интересный проект под названием «Клуб 2015» с их сценариями для России, которые были сделаны в 1999 году. Но вот это были люди из среднего бизнеса, которые, по сути, свернули свою активность, когда произошло дело Юкоса. Они просто увидели ли себя реальные риски и посчитали, что как бы они дальше в таком формате продолжать не готовы. И крупный бизнес, на мой взгляд, имел ресурсы, имел возможности для того, чтобы пойти по другому пути. Люди этого не сделали. Сейчас они за это расплачиваются. Вы на Политру в своей статье, в своем разговоре с Иваном Давыдовым, написали, что сказали. И последнее. Что-то изменить в лучшую сторону могут только те люди, которые находятся в России. При всем возможном уважении к большему числу достойных людей, уехавших из страны, они могут что-то предлагать и что-то писать. Но реально что-то делать будут те люди, которые остаются в России. Почему вы так считаете? При том, что сами вы уехали. Я уехал в силу личных обстоятельств определенных. Грубо говоря, есть люди, которые готовы, условно, идти в тюрьму. Есть люди, которые, на самом деле, к этому, может быть, не очень готовы. Предпочитают какие-то другие виды деятельности, где они могут быть более полезны. Вы ставите знак равенства между оставаться в России и тюрьмой сегодня для активного человека? Ну, условно говоря, в моем случае после начала войны я довольно активно подписывал антивоенные письма. Соответственно, было вот это предупреждение, так сказать, от администрации школы экономики по поводу поставки в звуке. И были, на самом деле, некоторые сигналы людей, которым я доверяю, по поводу того, что, во-первых, то, что мне было сказано просто прямо, лучше вести себя аккуратнее, потому что дальше, скорее всего, будет хуже. А затем был такой более неформальный сигнал, что, так сказать, лучше, может быть, вам вместе с женой уехать. Ну, еще раз, я при всем при том не герой и к такого рода, так сказать, рекомендациям склонен относиться, ну, как бы, к соответствующим вниманиям. Потом приходила полиция в свое время, так сказать, ну, уже, когда международные в стране не было, заинтересовалось, где я, что я там и так далее. Если вернуться к вопросу, почему все-таки будут делать здесь те, кто остались, а неусловный вы, обладая такой компетенцией, таким опытом, почему? Я много раз эту формулу слышу, она, безусловно, ласкает слух для тех, кто остался, потому что все думают, ого-го, мы правильно сделали. Ну, давайте попробуем, так сказать, создавать по частям. В отношении меня, я эксперт, я не политик. То, о чем мы говорим, это политическая деятельность. Вот Навальный не случайно вернулся в Россию, хотя ему прямо намекали, что ему в Германии будет лучше, намекали люди из Кремля. Просто потому, что, хорошо, извините, Ленин в свое время приехал в этом самом запломированном вагоне, так сказать, через Германию в Россию, просто потому, что надо будет делать что-то, находясь в России. И это должны будут делать люди, которые готовы заниматься политической деятельностью. Да, они же могут, когда здесь все нормализуется, они же могут вернуться и продолжить строить новую Россию. Почему именно те, кто сейчас здесь, у них какое-то особенное привилегированное положение? Простой пример из истории. Конец Советского Союза. Тоже были знаменитые диссиденты, был Суженицын, который тоже потом вернулся. Были многие другие люди. Тем не менее, реально в том же Верховном Совете, который избрали, ну еще с Советского Союза в 89-м году, был Сахаров, который не уехал. И там не было никакого Суженицын. А то, что происходило в конце 80-х годов в Советском Союзе, это было сделано не руками диссидентов, которые уехали, а это было сделано руками людей, которые находились в СССР. Часть из них были борцами с режимом. Часть из них, значительная, были частью советской номеркатуры, ну младшим поколением, тот же Ельцин, условно, вполне наградный пример, которые попытались использовать новые идеи, новые лозунги для того, чтобы прийти к власти. Была смесь. Но вот никакого варианта реального изменения ситуации в стране, причем именно с устойчивыми последствиями, которые происходят путем десантирования сюда, там, нескольких сотен или тысяч людей, которые до того уехали, ну, я такого не знаю в истории, просто такого, ну, примеров не знаю. И я, опять же, ну, так сказать, не понимаю, как это может происходить в России сейчас. Вот, опять же, война, которая сейчас идет, есть страхи, что, так сказать, если Россия проиграет, то типа, вот, так сказать, нас уничтожат, нас унизят, там, и все остальное. Понимаете, максимум, что может быть в плане, так сказать, поражения России в этой войне, это то, что России придется вывести войска, свои собственные, на границу 1991 года. Дальше никто не пойдет через российскую границу, потому что, извините, ну, есть уже, в том числе, там, Штатов и у других товарищей западных, опыт, там, Ирака, Афганистана и всех остальных. И они предоставят решать российские проблемы людям в России. То есть никаких, извините, опций а-ля, так сказать, Германии 1945 года, или Японии после 1945 года, не будет. Но это означает то, что, извините, людям, находящимся в России, придется решать российские проблемы. Последнее спрошу. Понятно, любой прогноз плох для ученого. Ну, вероятность. Вероятность все-таки либерализации, вероятность того, что Россия будет интегрироваться дальше в мир, в том числе и западный, насколько вы высоко оцениваете? А что в Северную Корею она не сможет превратиться окончательно? Ну, на мой взгляд, для того, чтобы попроситься в Северную Корею, все-таки мы слишком большая страна, и пока все-таки слишком разнородная. То есть, так сказать, есть довольно много разных групп интересов, которые вот такого сценария будут радикально проигрывать. И все-таки у меня ощущение, что вот пока нет ситуации реально глубокого политического кризиса. Но по мере движения к этой ситуации, скорее всего, в разных социальных группах, в первую очередь в рите, которые начнут реально терять, начнутся процессы, извините, некой консолидации и каких-то практических действий по поводу того, чтобы изменить модель и провести некие политические изменения. В отношении сроков. Действительно, загадывать очень тяжело. Мне кажется, что есть довольно важная точка в виде выборов будущего года. Потому что для Путина и людей такого типа, ну вот, извините, был тот же пример Ждагана с его недавними выборами, для них вот это подтверждение легитимности своей собственной, оно важно. Даже с предположением о том, что там накидали волосов. Конечно, есть разница, когда, извините, можно докинуть 20% к 60% и получить 80%, и можно докинуть 60% к 15% и получить 75%. Это разница. Ну, собственно, мы такую разницу уже видели в Беларуси. Видели, чем там закончилось. И на самом деле в Беларуси Лукашенко не удержался бы без поддержки страны России в тот период. Ну, как бы это некогда. Очевидно, да. Россию в такой ситуации некому будет поддерживать. Китай при всей нашей текущей большой любви и дружбе на самом деле находится в другой позиции. Понимаете, некое принципиальное отличие Китая, по словам одного австралийско-китайского коллеги, к которому я, так сказать, с уважением отношусь, Китай – один из главных бенефициаров от того глобального порядка, который сложился за последние десятилетия. И Китай на самом деле не заинтересован в разрушении этого порядка, а не заинтересован в его изменении, с тем, чтобы у них там было больше права голоса. Но они за порядок. Проблема нынешней России, нынешней силовой российской элиты в том, что Россия, к сожалению, при любом глобальном мировом порядке во главе с Штатами, с Китаем, с Ж-20, с кем угодно, будет проигрывать. Потому что, извините, у нас, так сказать, кроме дубинки ядерной уже почти ничего не осталось. И в итоге нынешняя наша силовая элита может оставаться на коне и во власти в ситуации хаоса и анархии. И в этом смысле, так сказать, при всех разговорах про честную интеграцию соответственно России и Китая, для Китая Россия непредсказуемый партнер. Китайцы, в отличие от нас, привыкли думать на длинную перспективу, на десятилетия вперед. И в этом смысле, так сказать, да, они будут сейчас использовать активно краткосрочные выгоды от наших дешевых ресурсов. Может быть, еще чего-то. Но в случае катаклизмов политических в стране ничего подобного тому, что происходило между Россией и Белоруссией в 2020 году не будет. Китайцы будут заниматься своими проблемами. И будут за то, чтобы, так сказать, извините, попытаться наладить каким-то образом отношения со Штатами, с Европой и так далее. Не знаю, насколько ответил на ваш вопрос, но просто вот, опять же, момент выборов в марте будущего года, извините, выборов в кавычках, так сказать, понятно, так сказать, на самом деле, это не есть выбор в нормальном понимании. Он на самом деле важен, потому что есть, как я уже говорил раньше, ощущение усталости от войны и в широких социальных группах, и в элитах. При этом тоже есть понимание, что Владимир Владимирович войну закончить не может. Но если он в итоге идет на эти выборы и получает там свои 90%, то тогда это может продолжаться еще 6 лет и далее. И вот вопрос до некоторой степени может быть в ближайших месяцах произойдет что-то за это время или нет. Окажутся в России сейчас какие-то игроки способны к каким-то действиям или нет. Сказать вот что-то определенное, так сказать, есть такие игроки, готовили они что-то делать, не могу. Видно шеизбражение, признаков конкретных действий не видно. Но с учетом истории с Пригожиным, я думаю, что если какие-то действия кем-то сейчас планируются, то они будут делаться, я думаю, что максимально секретные тайны. И мы о них узнаем тогда, когда они начнутся. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok